приветствую дамы господа добро пожаловать на канал arch panzer где мы продолжаем играть war tales был у меня непредвиденный перерыв осмотрел видео по x ком и тот знает что произошло если вкратце то были технически неполадки с интернетом весьма неприятные но я надеюсь что они больше не повторяться так порошок а прошел как стать куплю все может даже дерево куплю да давай дерево сюда ты соль давай ты сегодня твой день радуйся и что продать нам керамику может продать но не будем окей так знаете что я хочу сегодня сделать я хочу сегодня попытаться найти вот эту гробницу древних таким мы пока еще не занимались и кажется мне еще нужно снежного ириса аж 10 штук продаешь блин только 3-1 давай 3 давай 3 еще пошли там в церковь надо 10 штук этих снежных ирисов отдать окно смотрите золото мне относительно много тебе на четыре дня может быть по дороге еще четко лутая живности в местных лесах порядочно это что за строение изучить паломники делают подношение святому септимию на этом алтаре в надежде что тот защитит их летейшим из путешествий рубина 3 вина но не будем это брать так это кто такие а вы кто подождите а вы кто овчарные семьи павий обходить атака не тогда не будет видимо одна из фракций вы черный ключ 2 2 сырья руководство по анатомии все эти разделные трупы тошнотворные мычки и черный ключ где же него взять их давно не рубил ладно 8 древесины получили но я вроде бы все злу то что мог отметки все вы черный ключ ну ладно запомним она на карте еще отметилась погребенные воспоминания так слушать я куда-то не в ту сторону вообще пошел давайте назад возвращаться я сюда не хотел идти так а вы кто эти люди с вилами ну и собственно это уже атака это может быть и есть эти паломники фанатики 4 уровня 7 человек и даже уйти не могу только бой и ревнители два фанатика два очистителя ну ладно давайте посмотрим что это такое интересно что я даже со мной разговаривать не стали сразу в драку game двуручный фальшон фанатика каждый фанатик получает двуручный фальшон вступая в инквизицию крайне привязывая мечу так это восьмой и доспех инквизиция зловещая броня скрывает в ночи сияет на солнце тяжелая броня к слову неплохая окно фанатик такой же как game ревнитель а булава инквизиции тенет и булавы наводит ужас от беллариона до алазара напористый допрос наносит цели 3 7 урона бьет снова пока не будет на ужин стал с лихорадка неплохо и удар факелом есть пока что за броня за броня то у вас теганка инквизиция но средняя броня относительно неплохая четвертого уровня так очистители а кстати секир инквизиция это у нас такая же стёганка света любой взревший ока вышиты на этой стёганки почувствует себя неуютно тоже средняя броня ноту гильдрик у нас такой штапор так пятого уровня гонка света так на этих ребят надо ближним боем завязывать крупкость завязывать ближним боем потому что них атака первая двойная сначала притягивает потом еще бьет соответственно очень приятно поэтому лучше первыми так интересно эти ребята добегут до нас или нет так ну здесь шестеро и здесь двое ладно 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 да может даже обертам поставить где все дело в танкует юрик не давали хар давай гильдрик восходит 1 дальний фанатик влетит бог с ним пускай влетает кстати посмотрел фанатиков теряет 8 здоровья чтобы нанести бойца области 24 урона игнорируя оборону обороны это сколько мы урона впитываем у вас лучше неплохо гильдрик первым ударом вламывает 20 урона но болен вертам 20 урон не нанесет давай лихаром еще потом копишка сюда кинем очиститель убиваем копишка как мы все так закидываем ревнитель еще кровотечения супер как-нибудь рядом получается хотя зря наверное лихар не очень крепкий у нас 24 урона неплохо чем еще и не завязал боем послушать потому что этого очистителя завяжу чтобы у него удар двойного не было ну да и будет волки game а кстати копье 22 урона 19 урона услышать таким копьем наверно надо воспользоваться я редко пользуюсь копьями просто как правило они где-то стоят на отдалении и очень сильно не хочется вот на это тратить сок копья он сразу по двоим а нет по одному от возьми так навелось я подумал что в двоих попадает но нет вероятность просто было вероятностью 1 вероятность другого так hype нам давай его завяжи ближним боем хотя над был на у них у всех брони мало не было второго удара все равно защиту встань сейчас больно стукнет единичку нормально так ты же не добежишь ревнитель неприятный огнем ударят факелом плюс еще вот эту дубинка какая-то будет бить пока болезни навесит изначально 10 процентов потом накапливается то есть два три четыре урона не урона точнее два три четыре удар прилетит смело это не очень приятно а кто у нас остались кудрик осталось горе остался горе кстати по площади удар получится нет не получится а там на в эту фанатика завяжем ближним боем 11 есть 6 9 пойдет ревнитель кстати можно так вот как-нибудь спину забежать 8 урона еще 22 ну и добьем ох ничего себе такой анимации я раньше не видел сейчас было сильно до такой анимации не видела весьма жестоко это было ну ладно 5 урона лихару 8 урона два удара до с второго раза получилось на весь лихорадку на нас так лиливе куда сюда подойдет и вот так вот прицелься но мало ли может на тебя кто-нибудь пойдет фанатик 24 урона обалдеть просто всю броню за раз как не бывало очки ой как им еще много на следующего уровня здесь ревнитель сейчас будет наших волков бить вот что неприятно и тут еще парочка бежит гладранцев так скажем так лучник 17 четыре раза просто четыре раз задануло да и тори очень неприятно ушли харка пиво я и вторе попадешь так смотрите как красив был сейчас просто минус 2 сразу так волк мешает ладно вол давай кусай и отходим асфалт а вот у нас здесь сделано делает один сначала фраг а потом второй фраг уж с какой да болтал ты сегодня в ударе очень серьезный товарищ так то ли нам подлечить б только кем все два яростью добей окна не здесь бить не будем так кто ходит учтитель ходит 48 да не давайте добьем так у нас к медицины а вот отлично у лили ви есть медицина пока сейчас еще урон получим совершенно ненужный но то поделать так лили ви типа бей оди и тория подлечье лихорадку стать не снимает хилка чаем урон повышается окне не подожди не бей теперь там до ревнителя завяжем 23 урона юрик затянешься до него потянешься не вовлекли моего сражения неприятно ладно это товарища сгрызли хорошо и отступай у нас сейчас может хорошо ударить никто например часть что никто урон а то и не ходи никуда вдвоем надо не оба бронированные как черти просто им это не очень страшно так и урик давай 19 по возможностям только ран одна рана платы и сережки здорово слушать не столько было снаряжения а нам дали целый пакет а то какая бережки за 8 окей песчаник немножко крон уголь гань ну ладно будем знать что это за ребятам вообще сюда хорошим наверное сюда ага еще вон они идут а тут там кажется кабаны они интересно сами нападают они сами не нападают ваны на нас напали ну слушать кабаны это даже хорошо том плане что у нас всего лишь на четыре дня еды и свинки нам сейчас немножко мясо принесут только расстановка опять какая то нравится мне такая расстановка давайте ладно давайте вот отсюда начинать в том плане что там на одной из свинок хрупкость висит этим надо воспользоваться только как-нибудь волков бы на первых этапах игры спрятать подальше что они меня вот такую надо девочку вылетали а а кстати цена матка с хрупкостью ладно с ней надо разобраться только кого-нибудь тоже быстро туда надо никого не забыла кудрик 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 тьма слабый этот фланг получается хотя бы хайпнул туда что ли ладно ахаят сеноматка 1 ходит хрупкостью ладно примем удар тогда есть урона волк волк сейчас капкан вот пойдет любом наступит лап своей все четыре плохо жалко только что одно здоровье осталось где еще одна свиноматка лилии пошла бить 11 урона но тут не страшно следующий кабан который вот этот кабан следующий там давай ты завяжешь эти здоровье у них прям мое почтение 2 урона здорово а ты в убийцу полетишь 11 урона их новых 12 штук здесь совсем без урона не получится 25 вы получили титул оппортунист урона так возможно повышается на пять процентов вот и кстати неплохо кто следующий вот этот свин следующий кстати доволтал то может убежать горий в ряды иди вот этого кабана завяжи 14 да чуть чуть не добежал это свиноматка скорее всего добежит с другой стороны этого альф самца как-то увезти можно а давайте он вот эту свиноматку съест у которой совсем мало хп 27 урона ну как мы сюда пристроимся добежишь нет не добегают свинюшки они конечно такие массивные здоровье много синоматка вообще 86 хп шик но они медленные м сильно медленные это будет считаться ударом сзади ну а считается можем кстати прям добить но но нет два очка доблести не хочется тратить волк 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 если я завяжу сейчас свиноматку ближним боем это меня укнется интересно в том плане что волчек то не так крепок как ему хотелось бы казаться только одно здоровье по сравнению с миллиардами здоровья свиноматки это вот такое ну ладно лучник здесь исправил ситуацию в принципе у волка теперь лапа развязаны может он отступить при необходимости так кудрик 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 если вот так вот большая площадь накроется трое всего ну хотя бы троих верни это кабанчика на двадцатку так нет ли леви у нас последнюю очередь а ты настолько осталось ты волчек и волчек волчек куда-нибудь сюда бежит чтобы в капкане наступать и замахивайся можно прямо сейчас шарахнуть но наверное я подожду чтобы соответственно воодушевление включилась и с гораздо большей силой шарахнуть так торий забираешь этого кабана так можно как-нибудь еще это попробовать 688 отлично 9 даже от этих на сторонку бы не мешаться так ты пока терпишь можем еще кого-то сейчас убить и хар конечно может нет не может слишком далеко он из дорога перекрытая можно так вот картишка кинуть а даже кольнуть можем вообще красота так равно воодушевление не пошло уж вам надо так ладно это тоже дальний свин ходит волк давай сюда вкуснёшка бы она и потом лучник у нас еще выстрелит и приказ кусь сзади заходят мерзкие свинья он даже без приказа кусь добил отлично на краем сюда здесь получается 59 бабах можно да еще ослабляющим даром шарашить и на эту кабана навестись так здесь наша парочка банов осталось и тикнет верните меня и леви и закончим ход так гибрик давай по этой свинюхи а ты не дотягиваешься по этой свинюхи ладно значит биртом по этой свинюхи от меня маленько отойти надо прям чуть-чуть на пол шажочка назад так так говорю перпыряй 24 всего лишь не добили волк зубами щелк кого-нибудь добьем сейчас давайте вот эту кабана учу не ходил еще один волк окно тут волк не добежит явно да далековато зря она же так сделал ладно ладно а хрупко считать на эту кабанчика прокнула альф самец не добегает хайп на все давить удар есть ярость этого кабана добиваем и этого обалдеть не 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 соберем свининки 59 урона 1 хп не хватает а ну ладно еще минус свин так здесь что волк добьешь не волк не добьет а еще другой волк добьет да вот немножко свинины мы и набрали ранее одно потеряли все собрать продолжить ну ладно отдыхаем тогда по еде у нас жареные свинины аж 17 штук это мы естественно жарим да еды стало сильно больше это не может не радовать мастерская что можем сделать в мастерской шину кстати можем сделать не знаю как она работает это хитрое приспособление из дерева кожи и ткани позволяет обездвижить конечность я думаю что она постепенно лечит травму какую-нибудь ну не знаю давай сначала чертежи посмотрим что мы еще можем изобрести так скажем бичеватель вот у нас есть назначенный спутник может бичевать спутником чтобы они лучше работали а у нас кстати антрал любит когда ее лупят она у нас мазохистка хе-хе хе-хе да черт его знает давайте сделаем я конечно не не то чтобы был прям прям каким-то убежденным злодеем но ладно это забавно как минимум тогда получается сделаем мы одну шину посмотрим что это такое Так, хайпнул у нас теперь спутник. И что ей это дает? Хайпнул. Убери. Ага. Ну теперь может уровня ремесленника делать и критический удар плюс 5%. Это здорово. Обичевать давай. Окей, с вами открытие заработали очко знаний. Здорово, у нас аж три очка. А значит, спутник может бичевать спутников, чтобы они лучше работали. Ну как, я не понял. А кого он будет бичевать? Всех подряд? Я думал, что здесь вроде как колодок будет. Колодок можно поставить, чтобы налупить. Но он по всей видимости не так. Ладно, аббат серьезно выглядит. Пускай он тогда стоит у бичевателя. Бо они лучше работали. Забавно. Но на самом деле не очень. Так, ладно. Носилки нам не нужны. А, да. Черт возьми, я про носилки забыл. Можно же лечиться. Бесплатно, так скажем, можно лечиться на привале. Это прекрасно. Ну, грибами заедим. Ага, сразу жалование им нужно. Хорошо отдохнули, больше узнали о мире. Он остается отряд, хорошо отдохнул. Ага, ага. Продолжить. Может бичевать спутников, чтобы они лучше работали. А как выбрать кого бичевать? Ну ладно, разберемся. Так, Валтаут, что-то хочет поговорить? После моих впечатляющих успехов в прошлой битве остальные наверняка смотрят на меня снизу вверх. Я же лучше их. Да, в прошлой битве ты серьезно себя показал? Получается 166 опыта близким спутникам. Так, плюс 3 очка доблести и плюс 50 влияния. Или сам может 166 очков опыта получить? Да, пускай обучит. Кому-то там с кем он дружит. 166 опыта прилетело. Это прекрасно. Так, ну, антрал, пускай пока с нами ходит. Низкий шанс остаться в отряде. Ну, не знаю. Я не знаю, от чего это влияет, этот самый шанс. Может быть, когда-нибудь она согласится остаться с нами. Старая таможня. Я, наверное, по заказу ее зачищу. Просто так не буду я в нее влетать. Наверняка будет какой-то заказ. Так. Здесь тупик. А, нет, не тупик. Подождите, подождите. Они оттуда идут. Вон, смотрите. И мы не... Возьми. Вязык аж заплылся. В том плане, что мы ходим мимо друг друга, и они на нас не нападают. Это странно. При этом, если мы вдруг в них вылетаем, то это прям все. Скрытый лагерь, кстати. А вот сейчас, наверное, сохранится. Что это за скрытый лагерь? Что здесь? Где ваш обоз? Вы здесь случайно? Вам стоит уйти сейчас же. Ничего не понял. Скрытый лагерь. Айти гробницу древних. Это что такое? А, это дерево. Здесь случайно? Да не особо, честно сказать. Я здесь гробницу древних ищу? Ну, рыбак под мастерьем. Ну, не знаю. Здесь как-то рыбакам больше бонусов, что ли, надо давать? Или больше мест для ловли? Просто охота она явно и бонусы дает. То есть там многое. Там бои, там уйма мяса. А, рыбалка все-таки не так много рыбы дает. Ага, я, кажется, гробницу нашел. И бандитов нашел. Это я где? Я вот здесь. Давайте мы сейчас бандитами зарубимся. Вылазка в развалин должна была быть проще некуда. Вот только мы заблудились, даже не добравшись до места. Мы уже несколько дней ждем спасения. Ай, даже не бандиты. Мы истощены на дорогу, нам не хватит еды. А срезать не выйдет. Крючки нужны. Молим вас, не бросайте. Можем отдать три сосиски за факел, а можем отдать крюк. Ты крюк, я отдам. Держи крюк, да. О, слава оку, мы навечно у вас в долгу. Возьмите в развалин, всегда пригодится. Давай. Видите, это даже и не бой был. Хорошо, что зашел. Здесь можно будет спуститься. Слушайте, вот здесь надо будет, кстати, проверить. А я что и проверить? Давайте я сохранюсь. Как-то так. Работает крюк. Че вы не идете? Он вообще работает, этот крюк? Не знаю, работает ли крюк, но спуститься у меня не получается на нем. Вообще так интересно. Короткий путь. Сразу раз и вниз. Ну ладно, посмотрим, что здесь в развалинах. Факелы нам выдали. Эти ребята идут. Что, заходим? Выполнить задание найти гробницы древних. Отчитайтесь перед эмиссаром, чтобы получить награду. Следовать. Для следственной гробницы вам придется освещать себе путь факелами. Если ваш свет погаснет, отряд запаникует и сбежит из гробницы. Септи какой-то. Погодите, а на входе есть что-нибудь? Я жму альт, но я ничего не вижу. Ничего не вижу. Ладно, пошли исследовать. Так, септи, ты кто? Я хотел вернуться обратно вниз и поискать своих друзей, но моя нога... Я не могу остановить кровь. Меня укусили прошлой ночью. Ну, держи, у меня есть. Моя нога теперь гораздо лучше в состоянии. Спасибо, я могу к вам присоединиться. Хочу найти своих друзей. Пошли. Септи присоединяется к отряду. Убийца. Лесничий пятого уровня. Ничего себе. У меня есть что-нибудь для нее? Ну, кинжал только есть. Вот такой вот. Он не хочет брать его. А, уровень... Да нет, нормальный уровень. Ее ничего, нельзя снять. Она... Сама по себе. Так, эти факел можно выдать? О, пустяк. И освещай нам дорогу. Смотрите, как интересно. Каждый следующий шаг... Вот у нас общий свет 41. Каждый следующий шаг 3 света требует. Интересно. Смотрите, мышка. Как будто мне здесь что-то подсвечиваю. А можете что-то найти или нет? А, и зачем выйти-то, блин? Я не собирался выходить-то. Пошли. Еще раз. Да, еще раз. Случайно щелкнул. Ух ты ж. Ничего себе. Вот я сейчас был неожиданно. Повсюду разносится низкий рык. Вы окружены. А вот это сейчас вообще неожиданно. Квертан, давай факел хватай. По-моему, еще можем факелы выдать. Прежевательница волков тоже факел давай. Дед вообще, наверное, не рад, что с нами ходит. Блин, нельзя и другой кинжал выдать. Ползун и крот какие-то. Ладно. Пятого уровня, кстати. Я нажал сражаться. Есть, курить. Есть, курить. Вообще ни черта не видать. Важный персонаж. Обалдеть. Вот это номер. Не видно вообще ничего. Важный персонаж. Что было? Ну давайте как-то так, что ли. Крот делает ход. Где крот? 44 здоровья. Крот. Жестокость. Урон пшается на 30%. Вживание. Наносит цель 11-13 урона. Если цель уже сражается уникой, урон пшается на 50%. Урон повышен на 25%. За каждую союзную крота в пределах 6 метров. И покров темноты. Пока этот боец передвигается в темноте, у него будет жестокость. В противном случае у него будет хрупкость. Ага. Выходит на свет и, собственно говоря, не очень приятно становится. Так, ты давай ближе к нашим ребятам подходи. Ох ты. Хрупкость. Здрасте. На тебя. Мерзкий. Так, ползун. Ух, какой кошмар. Наносит цель и 17-21 урон. Из-под тяжка гарантирован крит удар. Каннибализм. Каждый раз на себя урон параметру здоровья цели. Боец сам исцеляется настолько же. И покров темноты. На кудрик вылетели. На лихары вылетели. Торий. Иди этого дружочка рубим. Подождите, может сразу двух дружочков рубануть? Должно. Не, не должно. Не дотягиваюсь до второго. Вот так дотягиваюсь. Ползуна сможешь добить? Да, может. Прекрасно. Минус один ползун. Вот этот еще крот не ходил. Может у него волка натравить? Рид. Здорово. Кровотечение. Тоже хорошо. Она сама побежала. Ай, безумная. Зачем подожгла? Сейчас все же загоримся. Ладно, еще минус крот. Где? Непонятно где, но кто-то где-то побежал. Так, альф-самец, давай выходя сюда. И бурард. Давай куда-нибудь сюда встань. И на прицеливание. Мертвам. Танкует. Где еще один? Непонятно где еще один. Мимо, да, бросил? Там, блин, бросил мимо. Ага, еще крот пришел. Да, без факела, конечно. Так, себе здесь. Слушайте, ну тут прям миллионы. Ага, вон еще один ползун. Минус крот. Ну и потихонечку чаши весов-то в нашу пользу идет. Не, не буду тратить. 19 урона больно. 15 урона больно. 17. Ну давай с ярости добей. Отлично. Интересно, здесь можно в темноте просто провалиться? Артерары какие-нибудь. Идешь, идешь. Бах, и улетел под землю. Вот тип того. А где они? Блин, они очень сильно улетели, да? Да, они, наверное, очень сильно улетели. Отойди. И вот так вот встань, если подойдут, вырубишь их. Работал бы вот этот перк как боеготовность, грубо говоря. То есть кто-то в зону входит, она ба-бах. Был бы здорово. Так, я не пойму, ты не попадаешь так, что ли? Да, он так не попадает. То есть пустоту нет смысла бросать. Так, Биртам добивай. Ага, еще он один, дружочек. В Биртам овлетели. Даже хорошо. Биртам с факелом, Биртам танкует. 19. Ну и шанс в штате с этой перк убить. 9-9, да, убили. Да, куда-нибудь. Волчик. Волчик прикрывай Биртама. Он хоть и с факелом, миллиард брони. Но. Блин, их там много. Кудрик. Давай беги, Кудрик. Ты в свою очередь волк прикрываешь. Так, здесь. Ага, один кронзон поражения зашел уже. Кстати, нету варианта. А, он ни с кем не дерется, потому что. Хотел сказать, что нет варианта их захватить, но некого захватывать. Захватить же может только товарищ, который уже завязан боем. Ох, давай сюда. Куда побежит. Но она, скорее всего, знает, где неприятель. Надо на нее ориентироваться. А я лученько вкуснули. 4-7 урона. 7. Давай, отойди. Волк. Сюда, на самом деле, беги. Где же где-то еще один, по-моему, был, нет? Где она его зарубила? Знаете, новый раунд. Давай, на 59. Ну да, где-то еще вот этот, ползун. Кто здесь мог деться? Ну ладно, может быть не здесь. Так, Бертам. Минус крыс. А, вот здесь. Что-то возьмем здесь, негодяй. Давай огоньком. Бахай защиту. На 27. Я отойдем. Чтоб не загореться. Так, волк. Одного крота съедаешь. Да, пускай бегут. Хотя, не зачем бегут? Надо было добить. Блин, 8. 8 это много. Крысятина, ткань, останки человеческие. То есть, это были люди. Останки, животные, клыки. Продолжить. 6 у нас осталось. Ай-яй-яй, я еще факелы потратил. Так, Роджеро. Неутомимость. Усталость отряд пушается на 10% медленнее. И длительность бега повышается. Геннадий у чего качал? Геннадий у меня только 3 уровня. Роджеро. Меньше усталость накапливается. Да, пускай меньше усталость накапливается. Лиливим. Стало 4 уровня. Телосложение на 2 плюсика. Телосложение, конечно, берем. Так. Золотой ключ. Ёшкинка, а то у меня нет. Здесь можно сохраниться? Давайте сделаем новый сейф. Так прямо его зову. Нет, не так. Вот так. Новый сейф. Внизу, в нескольких метрах под ногами, видите помещение. Краю платформы, на которой вы стоите, вбит крюк. Но веревки нигде нет. Ага, у нас тоже нет веревки. Это здорово, что у нас нет веревок. Изучить. Изучить. В глазницах чудища блестят два сма цвета. Забрать их будет проще простого. Подожди пока. Древний идол. Каждый раз, когда этот боец убивает врага, генерируется на единицу боевого духа больше. И обломки маленького предмета. От маленького древнего объекта осталось лишь разрозненные обломки. Ученый сможет их починить. Здорово. Вот и артефакт какой-то. А, вернуться это все. Это тупик. Ну ладно, давай попробуем глаза вычесть. Рубин. И сапфир. Так, надеюсь, какие ктулхи нас за это не проклянут. Написано одолжить. Одолжить. Давай спрыгнем. Спутник неудач приземляется после прыжка. Волк контузия. Нормально. Исследовать три. Изучить, вернуться, исследовать. Изучить. В стене прибиты куски дерева, соединенные висячим замком и образующие импровизированную баррикаду. Ломать замок. У меня есть мегавзломщик. Правда, не знаю. Тут, кажется, было. Волк у нас неудачно спрыгнул. Контузию получил. Интересно, как же он так прыгнул? Контузился. Будь свободен. Ну, давай сначала сюда. Блин, слушайте. У меня сейчас закончится. Этот кодекс древних можно расшифровать в лектории только после изучения следующих рун. И обломки маленького предмета. Ага, и товарищ какой-то. О, золотой ключ, кстати. И факел. Что такое? Пол выглядит крайне надежным. Так и до увечья недалеко. Продвигаться осторожно. Отряд не пострадал. Изучить ведро. На кроек колод состоит ведро, но сложно понять, что в нем. Изучить. Повар. Потянувшись к ведру, ваш спутник сбивает его в колодец. Стук ведра о стенке разносит далеко по безмолвной гробнице. Вдалеке слышны барабаны. Они идут. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Из глубин колодца поднимается тень. На вас напали. Сражаться. Да. Что-то как-то я сомневаюсь в успехе. Нашего похода. Так, во-первых, сейчас факелы нельзя тратить ни в коем случае. Прям вот ни в коем случае нельзя тратить факелы. У нас их очень мало осталось. Конечно, там по дороге мы можем какой-нибудь найти. Это не точно. Ладно, давайте как-нибудь вот так, что уже становимся. Торий. Давай сюда. От стюрона. Ладно. Так, лучше не так, когда я сюда в центр вставай. 22 брони. Как они сильно бьют. У меня сейчас лечиться нечем будет просто. Такими темпами. Не лечиться в смысле от брони устанавливать нечем будет. Я очень сильно надеюсь, что оно-то у стоит. это счет походы так лихару прилетела до броня конечно летает просто мое почтение волки вас вообще должно быть ночное зрение просто носом ткнулся в крота тем ночное зрение 27 кровотечения хорошо арты смошу то есть волк доел супер только сам получил пусть смысл не отбежать на самом деле водика убьет непонятно они блины тут так ладно кудрик давай сюда рыска там было надо здесь коротким перебежками ходить ой-ой-ой у нас же этот волк ранен как бы волка не потерять сейчас раненого не будет считаться ударом спину если сейчас так зайду 8 13 сейчас кстати неплохо и овации зайдут в плане что много у нас сражающихся об урону всего 8 этот крот сходит так лили вен давай забирай красная новая наверно вот так вот бей ну и заряжайся на следующий ходу заберешь там сюда влетай 23 урона как больно лихару как больно лихару его надо спасать срочно спасать давай так здесь оставайся торий подходи лечи чтобы он нас не отъехал потом наверное как ничего так убей да как меч вот так вот заходи как нибудь вот так очень руби его у мерзкого крысюка да еще минус один крысюк приятно так здесь альф самец 1620 урон если не кританет то теряемый волка он гарантированно критует потому что под кровотечением товарищ было фу 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 так на бертам это терпит и в ответ нет в ответ не убивает так кто ходит вот этот происходит мы его когда сейчас не можем убить лихар его это 1 и как-нибудь отступает лупит и в защиту встает мне в защиту смысле на ожиданием 11 урона 20 в ответ где там друзья твои засели ёшкин код так ладно того на зарубила ну смотрите как еще много да волкам конечно досталось так ладно еще минус 1 пошло воодушевление значит их осталось уже не так уж и много отлично так волк уходи надеюсь что здесь никого нет иначе будет минус волк но нет кудрик а подожди кудрик ты же пьешь отойди куда-нибудь подальше ой как хорошо не встали давай лили вим из пепелено да пускай валят очень тяжело вот что хочу сказать нам очень тяжело смотри сколько сырья нам надо нам нечем уже лечиться ваш спутники устали а здесь можно еще разбивать привалт по всей видимости можно так альф самец кстати повысилась о альф самец яйяй правда перки дурацкие можно крит ударом еще повысить чтоб чаще критовал давать хищник с каждым убийством лечится на 50 процентов или зализывание ран а теме хищника возьму пускай убивает лечится так волк тоже стал пятого уровня движение или сила единичку будет больше бить давайте движением и возьму и наверх тоже зализывание ран геннадий повысился геннадий силушка богатырского тут я понимаю так и этот волк тоже повысился ему телосложение возьмем побольше ну и так сюда кого сюда лихара на дом где у нас лихар где у нас лихар я не вижу лихара а вот лихар так отлично лихар лечится к у нас еще травмы можно взять и шину у кого шина так это гербарий шину-то у кого я никому я не выдавал вот шина а волку нельзя даете лук соответственно нельзя ее одеть ну ладно у нас получается лук травмированный за сложение снизилась вдвое а здесь дальность передвижения снизилась двоем у брони 63 8 0 точно починить 0 тоже ее ее интересный шанс нападения ауре опасности нет смотрите нет горит опасности так септия где радость нам добывай мастерской божечки кошечки у нас теперь этих факелов мы можем просто все излазить лата только брони нет лечения нет эту дрянь мы сейчас едим эту дрянь мы тоже съедим ну и закусим похлебочкой отдохнуть получается так лихар отправляется после травм больше узнали о мире вам остается четыре очка отряд хорошо отдохнул плюс 20 все радостные просто обалдеть так у нас кстати еще плюс два ремонта есть мы тебе чиним тебе что ли ну да разрушителю надо чинить у нас кстати снова миллиард огня у нас 99 огня чинить это головоломка на там на полу ведь были эти рисунки мне встречались рисунки не в комнатах которые мы прошли встречались эти рисунки дверь заперта логично что дверь заперта а сколько интерес здесь вариант мне вниз давай слушать я долго так здесь смогу я могу конечно ошибаться но по-моему я вот такой значок синий видел тоже узнал что раду хотя же смысле кто же узнал я знал надо было она еще на кнопку нажать чего какая еще травма больше не может выполнять задач все у меня есть сейф откуда же я знал что там будет травма ой 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 я где старый сейф там дорогая тори а у тебя есть аптечки а у тори есть аптечки ладно тогда пол выглядит крайне надежным но продвигаться осторожно да это у нас полно если бы не заблудиться еще так вернуться здесь вот они ну да видите синий ой господи хоть зарисовывать честно словом ну давайте зарисуем будем себя вести как истинные расхитительницы расхитители гробниц вот такая вот хреновина это у нас синяя ладно идем назад одолжить назад назад исследовать 3 исследовать 3 есть еще один дружочек лежит оловянное зеркало каждый раз тупая сражение боец может наложить статус слепота веревка есть и картинка ладно давайте картинку наверное в этой серии мы вот эту картинку разгадаем и на и будем заканчивать ребята так увлекся разгадыванием головоломки что ж не заметил что видео не идет на самом деле ошибку меня здесь было при взломе головоломки немножко неправильный я ее собирал пытался вот эту часть вниз запихнуть зачем-то но да ладно вот так то она в итоге выглядит вот вот так а я соответственно начали на что-то не то пытался делать ну да ладно не знаю минут так несколько на это потратили кстати здесь был товарищ который опять мог помочь эту головоломку разгадать пусть а зачем ее разгадали а вот подождите это желтый-желтый треугольник до треугольника внутри у него еще один треугольник кажется желтый так окей это значит у нас второй значок появился больше здесь ничего у нас нет супер наверное ладно пошли назад пакелов соответственно у нас весьма много вернуться одолжить одолжить ну давайте следуем вот это что за куток по всей видимости здесь мы третий знак найдем хорош опять напали на нас ой-ой-ой-ой можем еще кому-нибудь факел раздать чисто теоретически у нас одноручное оружие есть нет у нас никакого одноручного оружия больше ой-ой-ой ладно сражаться что поделать лук у нас травмирован из половины здоровья можно конечно на него потратить 28 без брони ну не знаю надеюсь что это последняя драка сложно очень сложно в этих самых подземельях сражаться прям мое почтение как говорится как вообще у нас бойцов с факелами четверо получается причем здесь эта подсветка она особо большой пользы ты не дает в том плане что вот мы сейчас это высвечиваем но противник все равно выскакивает откуда ты из огня и начинает нас бить просто беспощадно или давать на границу вот а у ты все-таки с какими каким огоньком айп на у давай встань где-нибудь здесь его бронительную стойку будешь подсвечивать здесь бертрам атика несет сюда пробежит ага ну вот они появились негодяя ладно жди так ливия можешь по дворим замахнуться только по одному поближе подойти но чуть-чуть так по дворим но отлично замахиваясь по дворим так где-то снизу началась драка болтаут отхватил и в лихара ползун здесь влетела гилрик давай ползу нам дань килрик получает оппортуниста это здорово наверное пока ждем и и смотрим гилрик опять влетелим лихар ну иди с этим кротом разберись неплохо как-нибудь может быть даже вот сюда а черт его не вижу идти копьем я не могу в него бросить вплотную вставать что ли да получается только вплотную ну ладно хотя бы крита 0 так ливи бьют спину лили вим поможет здесь альф самец на самом деле может потому что берд рам а нет бирд рам уже ничего не может значит альф самец зайдет со спиной ползу ну неплохо вот так укусит так эти волтал здесь сильно пострадал надо вы как-то маленько прикрыть тридцать четыре я даже не показывают кто кого атакует лучника ближним боем завязали вот совсем неприятно а это но у нас как-то непонятно как стоит 25 до непонятно куда так с кулака 46 урона фас 19 эти фас может помочь до вас прекрасно справляется задачей и можно даже в упор подойти вот эту ползуна на арт расстрелять а не видно просто не видим вот этих ребят видим если прям вот вот так равно не видит вот возьми ладно пудрик отсюда сможет от нее дотянуться дотягивается отлично запыряли как вот местного вампиреныша мы ее и все еще очень много так ли леви терпим есть не знаю спускайся вниз еще по леви прилетел ты только не входи не ходи не ходи молодец 1 еще минус крот наверное еще минус крот до начинается новый раунд так или леви ну ты давай убирай 2x карта это прям поможет шатай вот этому кроту а нет нельзя так подсвети ой там еще два крысеныша там еще два чертовых крысеныша окна не под хрупкость оба встали что-нибудь такое знаете массивное чтобы прям душевно влететь них конечно бы с хрупкостью но бердра может душевно в них влететь он плане что брани на нем миллиард плюс еще в защиту он станет это неплохо так и вампир здесь но не вампир а кто он господи ползун ползун тоже здесь причем он уже подействовал значит мы можем немножко по агрессивничать 27 урона пудрик давай ты рубишь вот этого крота отлично я так вот ты вы прикроешь они все здесь что ли остались нет какой-то ползун еще непонятно где крот волк кажется убили я слушаю волк ты куда-нибудь от сюда отойди я очень сильно надеюсь что этот поход того стоит потому что мы очень много ресурсов потратим я очень сильно надеюсь что вообще все живо отсюда уйдем потому что это же еще не конец явно ешь 9 болен лиха развязали вот аут а ты можешь сюда но отлично забегая освещай черт возьми там еще один он еще не ходил 1 ладно жди еще один крыс сколько вас здесь я вы терпи 8 урона юрик где подлечи что ли вам этого товарища уберем но отлично хотя бы воодушевление пошло с немножко попроще будет но они все вроде как с этого фланга у нас остались а у нас есть подсветка здесь у нас высокая концентрация бойцов хорошим должны мы с ними разобраться так вот это вообще хоть первым вот и первым этот товарищ ладно давать крота съедим супер темноту только он нас уйдет что поделать так кудрик отлично так альфа супер а пускай бегут я просто уже ресурсов нет просто нет ресурсов вообще ничего нет чаник дожили чтобы за вандалы а это просто песчаник добыли плюс 31 песчаник вы исследовали развалины ухты ну как же исследовали еще не следовали изучить вы открыли руну город а я на нее просто посмотрел нормально а красного значка здесь больше нет это к сожалению больше ничего не вижу хотя возможно вот так вот стоит закрыть и ничего не увидеть например давайте знаете как сделаем я сохранилась так побудут на звук выключу да по всей видимости да а нет нормально потому что опасаясь я что сейчас блуждать начну так отложить вернуться отложить отложить одолжить почему одолжить непонятно как мы здесь пролазили двигаться осторожно да это не пострадал спасибо здесь у нас вот такая вот штука стоит я наверно опять сейчас сохранюсь я кажется красный не нашел у меня есть синий вот такой у меня есть желтый треугольник вот такой и красный у меня ничего нет я получил травмы ладно блин а где красный то но я не видел красный можно долго блуждать можно видео пересмотреть красного я не видел можно конечно сейвами здесь по загружаться еще полчаса на это потратить но это наверное не наш метод те красный с другой стороны мы сейчас сохранились можно пробежаться по локации посмотреть найти все таки этот красный ребята объективно если вот не знаю что это пригодится то достаточно тяжело это найти где этот красный здесь нигде нет ладно хотя осторожно сходим может быть здесь вот во время дороги . разная будет а здесь вот синие штук там мы желтый нашли есть красный а я пока тяжелый треугольник здесь желтый треугольник здесь а может раньше красный был вот же он черт возьми ладно честно сыграем давай разбираю синий желтый пеугольник и красный не знаю этот штук 40 опыт получили и конечно что он стоит нужное положение дверь открывается и представляете сейчас там еще одна драка будет вот это будет номер давайте только без драка я здесь был а я здесь был я все это потратил для ох блин ладно золотой сундук обломки цену предмет антикориат даже по частям от объекта заметно его было величие ученый сможет его починить и кодекс бойца глава 2 этот кодекс древних может шифровать в лектории только после изучения следующих рун так у меня руны не все зато здесь вот почему-то кодекс водитель глава 2 все руны есть ладно антикориат сможет его починить здорово окно вроде бы мы все сделали ходим из этого проклятого места не нужно вернуться к своим друзьям конечно все мертвы там валяются а давайте а знаете как все сделаю чего я сохранюсь весь прогресс будет утерянула давайте вот здесь сохранюсь давайте наверное это моменте мы закончим принципе мы наутались более чем достаточно 10 древние идолы всякие у нас артефакт у нас прикольный есть сапфиры золото мы получим у кого-то руководство по анатомии кстати золото мы где получим вас где-то задание заплатите заплатите дождите кому-то к посреднику айтнер посреднику дает контракт обычный ну что контракт обычно это здорово оборона места старая таможня локация освобождена здесь какие-то гребенные воспоминания найдите способ открыть люк там ключ нужно с такого ключа пока нет дар это можно так а из того что мы собрали дождите анусландская песчаника 39 аж на лутали это вообще бомбическое что так знание плюс один берем четвертое знание у нас появилась куски артефактов где они сокровища это даже древних и обломки ценного предмета владельцы этой поврежденной реликвии наверняка был говорение нам ученый сможет это починить ну здорово ладно это было интересно было интересно так шина давайте кстати кому-нибудь шинку и попробуем вот а вот давай ты одевая шину на себя может быть получится что-нибудь себе починить волка соответственно тоже мы починим нет каждый раз как боец убивает врага генерируется на единицы боевого духа больше кому бы это выдать до лихара наверно надо он ничего не движение плюс один ландова движение плюс один снимем повесим древний идол а движение выдадим кому от места воли можно критический удар немножко изменился зато бегать быстрее будешь движение 11 стало у нас тяжелый ему это полезно будет так ну вроде бы все да нет 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 все соответственно запасе у нас полежит принципе за оружием и ничего интересного не нашли по деньгам сейчас нормально все у нас окупится больше тысячи будет еда будет все будет чем еще продадим чем еще на исследуем и ребят кто знает я сейчас наверное прямо на этом закончим кто знает вот эта девушка с нами не пошла то есть я что-то там не нашел против комнаты как все исследовал если там что-то еще осталось и у меня проект напишите что ее можно будет с собой забрать если же она соответственно сюжетно там осталось и никуда дальше с нами пойдет то мы соответственно следующей серии отчалим сдадим это задание но был очень но не то чтобы очень сложно неприятно было и знаете что еще интересное вот этих вот бойцов он створочным оружием и факел ты собственно говоря никак не выдашь то есть повысить концентрацию бойцов с подсветкой не получится так или иначе количество таких бойцов ограничено то есть копейщик это никак не сделаешь так чтобы он носил факел не сделаешь подождите если вообще оружие забрать да у него можно оружие вообще забрать он будет с одним факелом ходить это конечно интересно ходить всех поджигать совсем без урона на такое ну да ладно в общем посмотрели что такое руины это реально сложно это реально интересно я надеюсь что это реально выгодно вот эти штуки мы все определим что это такое починим и потом продадим просто за миллиарды денег а что дают кодексе я ческать не знаю изучить кодекс векторе чтобы узнать его содержимое ладно изучим в общем давайте прощаться всем спасибо кто посмотрел это видео если вам понравилось ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал это очень приятно и крайне полезно для развития канала еще раз всем большущие спасибо и всем пока и кстати каждый раз вступая в сражение боец может наложить стал слепота ничего себе по моему очень круто ты вылетаешь и слепоту накладываешь но это надо вот именно бойцам которые более плюс один но нет и это не надо упать движение 9 может это вот эту бертраму выдадим давайте так лили ви мы вот эти вот регулируем ремешки дадим пускай дальше бегает ну да а бертрам мало того что танкует он еще и с вероятностью 50 процентов будет слепоту накладывать противник будет не промахиваться и от круто ну ладно еще раз всем пока